Кризис не помешает правительству Финляндии ежегодно выделять 350 тысяч евро по программе поддержки родственных народов. Об этом мнение председателя совещательной комиссии общества Матиса Кастрона Сеппа Лалука. Здравствуйте, господин Лалука. Добрый день. Вот 350 тысяч евро, это сумма большая или маленькая для поддержания финно-угорских народов? Ну, такую сумму наше государство выделило в середине 90-х годов. Вот тогда это были еще финские марки, но сумма была такая. Конечно, тут надо учитывать, что прошло уже 15 лет и, так сказать, инфляция в какой-то мере кушала эти. Эти деньги, но хотелось бы, чтобы было какое-то повышение или, как сказать, все-таки довольно большой процент из тех проектов, которые поступают к нам на рассмотрение, мы можем с этими средствами удовлетворить. Ну, сколько денег не давать, все равно мало их всегда. Ну, так это в жизни бывает, да. А вот мне известно, существует финляндская программа поддержки культур финно-угорских народов России. Каким образом осуществляется этот проект? Ну, программа осуществляется в основном именно таким образом, что российские наши партнеры, российские, то есть я имею в виду разные общества, учреждения, частные лица могут обратиться. Вот скажите, что мне нужно сделать, чтобы выиграть грант? На что надо обратить именно внимание? Какой проект у меня должен быть? Ну, проект, во-первых, должен быть в письменном виде, это естественно. Частые ошибки, которые вот при составлении проектов? Ну, ошибки бывают такие, что, скажем, там по части финансирования нет точности о том, потому что это финансирование чаще всего это долевая. То есть надо с российской стороны тоже какой-то вклад внести, финансовый тоже. И вот объяснение того, что каким образом складываются эти доли, это очень важно. То есть это надо приложить смету, да? Смету и четкий график выполнения проекта, который предлагается. Хорошо, а актуальность именно вот этой темы? На что особо регионам нужно обратить внимание именно по финно-угорским темам? Ну, темы-то могут быть самые различные, если они связаны с сохранением культуры и языка. Но у нас много было проектов по учебникам, потом финансируем так называемые летние университеты, в которых обучаются пишущие молодые люди, пишущие именно на финно-угорских языках. Вот хотел бы уточнить, вот именно по вашему мнению, вот в чем актуальность, именно в каком направлении? Это изучение языка или что-то, может быть, еще какие-то у вас направления есть? Кроме языка тоже другие сферы культуры, тоже попытаемся иметь в виду и финансировать, скажем, разные культурные мероприятия. Во многом, если это возможно, и я думаю, что это все-таки удается делать упор на молодежь. Также с нашей стороны участвовать в этом деле, чтобы организовать обучение даже по проектной деятельности. Как составить проект, как продвигать. Ну, господин Сеппо, спасибо за свою точку зрения. Кейтокс, я пали на тейле. Таково мнение председателя совещательной комиссии общества Матиса Кастрона Сеппо Лалука о поддержке финно-угорских народов. Спасибо.